Стало известными летчика, чья могила долгое время была заброшена на городском Беземянском кладбище. Оказалось, на шестой линии похоронен герой двух войн – Василий Сохранов. Он сражался в Испании, защищал небо над Москвой. Потом вместе с первым государственным авиационным заводом был эвакуирован в Куйбышев, где и погиб, испытывая штурмовик Ил-2 в последний день июля 1943 года. Эту историю подвига на заводе «Прогресс» знает каждый. Нет такой семьи, в которой кто-то не погиб, кто-то не участвовал. И если мы не будем помнить этих людей, то я так думаю, что у нашей тогда страны нет никакой будущей, никакой перспективы. То есть память – это все, что позволяет нам помнить и учиться на ошибках, так сказать, или на подвигах. Это тот маяк, к которому надо идти, на который надо равняться. Приемник первого авиационного предприятия – завод «Прогресс». Здесь к ветеранам относятся трепетно. Три года назад решили отыскать и привести в порядок могилу орденоносца – летчика-испытателя Василия Сахранова. Однако столкнулись с трудностями. Документы, где похоронен герой, были утеряны. Но патриотов завода это не остановило. Они не только нашли могилу, но и установили новый памятник. Образ военного летчика Василия Сахранова на его надгробном камне был взят с фотографией, которая была размещена на доске почета завода «Прогресс». В военные годы его сфотографировали в тот момент, когда он получал орден Красного Знамени. Почтить память героя Великой Отечественной войны пришли ветераны, профсоюз, руководство предприятия и рабочие. Для них восстановить мемориал оказалось делом чести. Мы начали искать родственников, мы начали обращаться в архиве по номеру винта, который мы нашли. И это нас привело к тому, что мы определили, что здесь захоронен начальник летно-испытательной станции Василий Сахранов. И вот сегодня мы с вами присутствуем на таком замечательном событии. Мы открыли памятник, отдали свой долг тем героям. Прежний памятник летчику-испытателю, им служил поврежденный вандалами винт от самолета Л-2, демонтировали и отправили на завод «Прогресс». После реставрации его установят в местном музее. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.